Музыка Искали шапку одеть, я одел, воду с крана не пил, не пил Красивые дома, автомобили покупают, выигрывают, очень лишние гонорары Ну вот так надевать нравится Давайте, а ну Настя, детей нет еще, Настя? Как будто под затыльник бьешь Хорошо, тогда соседским детям Здравствуйте, в эфире программа «Спорт, лица» Наш сегодняшний герой буквально живет своей профессией Писатель Дейл Карнеги говорил Спорт – это биение твоего сердца, твое дыхание и твой ритм жизни Все это про него, знакомьтесь, Владимир Ходорченко Владимир Ходорченко, тренер, мастер спорта по теннису Чемпион Украины среди юниоров Победитель студенческих игр В 2012-2013 годах выигрывал командное первенство страны Подсаживайся Плечи разверни Ребят, у нас получается одного человека в команде в это не хватает Настя, поможешь ребятам? Да давайте попробуем Давайте попробуем Возьмете меня? Да Отлично Ребят, ну что, Настю ставим каким номером? Вторым? Вторым, все Настю, вторым Задача Хорошо Она бежит, меняет мяч, передает тебе обычное ускорение Смена, берешь, меняешь мяч, там передаешь следующему Вот, Тай Ясно? Готовы, ребят? Обычное ускорение Туда-обратно Готовы? Хоп, начали! Не упала, ничего не потянула себе Уже хорошо Тай, замах делай раньше Кисть больше добавь Плечи разверни Мы уже перечислили некоторые ваши регалии И всем зрителям И мне, конечно, интересно Как все начиналось? Расскажите, пожалуйста Начиналось все в спортивной семье И как бы постоянно у нас мяч Какие-то пробежки, плавания были с детства Ну, в семь лет Меня раньше Водили только в семи лет начинались Все спортивные такие мероприятия, тренировки И сейчас мы начинаем в четырех лет брать уже где-то Раньше с семи И меня вот привели в школу тенниса Тогда это была с дюшер Олимпийского резерва школа Где был Чернышев Владимир Константинович И Чернышева Ольга Михайловна Вот меня взяли в группу В эту И я, ну, по сей день на этих портах Помните свое ощущение, когда впервые взяли в руки ракетку? Как это было? Ощущение удовольствия Как и сейчас, наверное, в принципе Когда первый раз выиграли? Помните? Выиграли, я, ну, наверное, когда меня привели сюда, в этот клуб То мы буквально через несколько недель начался, поставили меня играть в турнир Ну, местные, такое первенство Школы Но до этого я же уже был в спортивный байвинг Играл немножко в теннис И тогда, ну, игру я выиграл То есть не то, что стою на ванне Но тогда я занял третье место здесь Готовы, ребят? Ребят, кто с краю того Вы сегодня тренер, тренируете и маленьких детей В том числе Чем они отличаются от вас того семилетнего, который только пришел к большой спорту? Ну, сейчас дети менее подготовленные к спорту приходят Из-за того, что компьютер Вот эта вся ситуация Но телевизора много То есть меньше гуляют на воздухе, на улице Если приходят Есть, конечно, дети, приходят сразу подготовленный ребенок Видно по нему, который не только сидит возле компьютера Который тут гуляет во дворе Ну, а так, в принципе, дети все хорошие, спортивные Разные приходят У каждого свой приходит, чтобы добиться Кто-то играть научится Кто-то лучше бегать, ловить мяч Кто-то каких-то больших результатов хочет достичь Все-таки век информационных технологий Дети сидят в телефонах неизбежно Что посоветуете родителям? Как привить интерес к спорту? Ну, мне кажется, надо просто рассказывать Показывать, как живут спортсмены Давайте вот прям инструкцию Вот первое Здоровый образ жизни Не курят, не пьют Достаточно успешный Если ты спортсмен, то он успешный спортсмен Он достаточно богатый Живет красиво Ездит Красивые дома Автомобили покупает Выигрывает Очень приличные гонорары То есть, как у нас, например У нас Мотивация, да? Денежная мотивация Обязательная А какая сейчас у детей? По-моему, сейчас такая мотивация Если раньше в 10 лет мы с вами думали Что я спрашиваю дети Что вы хотите в 10 лет, чтобы вам подарили У кого? Он говорит мне Я... Если раньше мы хотели машинку какую-то Сейчас я куплю Я айфон там Или я там телефон Я компьютер Расскажите, пожалуйста Поделитесь с нами Какие углы были в детстве? Был очень послушным Как мама говорит В принципе, искали Шапку одеть Я одел Воду с крана не пить Не пил У вас семья спортивная, да? Расскажите немножко Папа Мастер спорта По баскетболу Тренер был женской баскетбольной команды В Суперлиге При Украине Сейчас он Главный тренер команды ПФУ Нашей студенческой Мама была Мастером спорта По художественной гимнастике Еще тренировались Я еще маленький был Была Любовь Юсейна Сереглянская Я всех этих девчонок Вместе с ними Практически угроз Маленький Там еще бегал Вместе с ними На тренировках Присутствовал Ну, сейчас мама Домохозяйка Ну, а папа Также продолжает работать Почему не пошли По папиным стопам? Честно говоря Я не знаю Мне нравится баскетбол Мне нравится Бокс Но Отдали в теннис Ну, я благодарен Мне Как бы Это мой хлеб Моя жизнь Так, семья спортивная Но Когда-то же бывает Время отдыха Как проводите выходные В своей семье? Выходные проводим Стараемся куда-то поехать Если это лето Это обязательно на море Постоянно А если Это Сейчас, когда Попрохладнее Очень часто сейчас Идут турниры Например Папа На команду играет Здесь Мы обязательно Приходим Смотрим Какие-то спортивные мероприятия Мы посещаем Постоянно У нас Мы стараемся проводить На выходных Детские турниры Ну И Время тренировки И обязательно Конечно Сауна Парная Обязательно По субботам Восстановление То есть выходные Бывают редко сейчас Да? В такой период Да Вообще Нередко Постоянно У нас Говорят, что у спортсменов Не хватает времени На хобби Есть ли оно у вас? Хобби Есть Но опять У меня спортивное хобби У меня хожу я На тайский бок занимаюсь И В тренажерный зал Поддерживаю себя Сын Владимира Михаил Тоже занимается теннисом Миш, привет Давай, пять Расскажи, пожалуйста Почему теннис? Сам пришел Или папа заставил? Папа заставил Я еще совсем маленький был Я сам не мог Хотеть Сколько лет тебе было? Три года Я начала заниматься Три года Расскажи, пожалуйста Сейчас Тебе сколько? Двенадцать Уже большой мужчина К такому возрасту Чего успел добиться? Какие соревнования выиграл? Какими гордишься? Горжусь Турниром На призы Или на весной Я там занял второе место Очень хороший был турнир Горжусь турниром В Ростове Очень, ну Там престижный был турнир Я вошел в четыре И в паре И в одиночке Где еще успел побывать На каких соревнованиях? Много где был В Питере Там В Москве В Сочи Там На севере Много где очень Скажи, пожалуйста Как это когда Твой папа тренер? Хорошо Лучше Больше времени Уделяет мне Построже, наверное К тебе относится? Ну построже, конечно Не намного Что заставляет делать? Больше заниматься, да? Ну да Я больше играю Я играю три раза в день Утром Днем И вечером Сколько у тебя сейчас наград? Считал когда-нибудь? Нет, не считал Но очень много Думаю, медалей Наверное, 30 где-то есть Ого Расскажи, пожалуйста Как в школе относятся К тому, что ты теннисист? В школе относятся хорошо Понимают учителя Делают какие-то поблажки Да, да А одноклассники? Одноклассники тоже Списывают, дают? Дают Сейчас мы попробуем Понабивать мяч На ракете Очень простое задание Постараться хотя бы набить Пять раз На ракеточке Очень просто Берем ракеточку сверху Ага Вот, смотри Сверху просто Так, вот так вот Да, да Представьте, что у вас сковородка Если вам комфортнее Это, да? И все Настя, смотрите Мяч Надо набить на ракете Кисть жестко держит Смотрите, давайте попробуем сама Вот так И просто вот на мягенько Видите? Оп, оп Можно его вот так поймать Как хотите А ну вот так мне набивать не нравится Давайте, а ну Настю попробуем сама Так, а сама? Да Можно ножки подрабатывать Убежал Ну ничего Все-таки теннис в Крыму сегодня Какое? Теннис, ну перспективный вид спорта У нас несколько ребят Сборной России Есть девчонка тоже сборная России У нас Ребята Очень успешно выступают Очень много призовых Первых, вторых, третьих мест На В российском теннисном туре То есть мы Ну одни из лидирующих позиций В принципе Если откройте рейтинг теннисистов То у нас Дети Как бы все в 16 входят Но чтобы вы понимали Если раньше Вот например До 10 лет дети играют И в Украине это было Там 150 человек То Здесь это Больше чем полторы тысячи Человек в этом возрасте И как бы стоять В 16 В 10 В десятки сильнейших Это очень прилично Развитие Крымского тенниса Какое? Каким вы его ведите? Развитие? Ну я думаю Что Чтобы больше площадок Строилось Может быть Чтобы он был Более доступный Потому что Если идешь Профессионально Занимаешься То это конечно Приличное вложение Миш Давай поактивней По восходящему мячу Отлично Еще Мы с вами взяли Да Мы взяли ракетку Так же Как я вам говорю Как мы набивали Отвела ракетку Посмотрю А как будто Ты в зеркало Смотришься Как девочки Все любят Рука Чуть-чуть согнута В локте Свободно Сжимаешь Только кисть Когда Ракета Встречается С мячом Как двигаться У нас поцелуй С мячом Правая рука Которая свободно Показывает Будет на мяч Готова Поехали Смотри Отскок Пауза Бей Ну супер И попытайся Сделать окончание Ракета после удара Идет Вот сюда Ого Хорошо Отвела ракеточку Опять же Как в зеркальце Да Все И чуть ножки Сгибаешь И все вместе Еще Внимательнее Чуть-чуть Подниз больше Как Детей нет Еще Настя Как будто Подзатыльник Бьешь Хорошо Тогда Соседским Детям Поехали От тренера Мы только 10 минут примерно позанимались Я уже устала Не представляю, как устают ребята за час тренировки Но это легко Можно научиться тем, кто хочет попробовать Советую Каждый спортсмен Это история крымских побед и стремлений, о которых следует помнить С вами была Анастасия Бойко До встречи в эфире Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова